СМАРТ КУРС 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 Причем, как вы понимаете, эта история повторяется. Например, когда примерно поколение нас с Тимуром заканчивало школу, это были другие профессии. Когда ваши дети будут или внуки заканчивают школу, это точно будут еще какие-то другие профессии. То есть такая интересная история. Полезно учить вообще никаких сомнений, полезно в этом разбираться, полезно понимать, про что это. Но мало. Недостаточно. Вторая история, которую мы увидели, это такая очень подростко-ориентированная штука, которая была про то, какой ты. Тоже безумно важная вещь. Действительно важно понимать, какой ты, что в тебе есть, что в тебе зашито, ты вообще про что для того, чтобы нормально выбирать. Но так уж складывается, что через 5-6-7 лет подросток будет другой. У него будет другой набор навыков, у него будут другие установки, он будет думать про другое, у него будут в конце концов другие интересы. И совершенно точно за 5 лет он научится огромному количеству вещей, которые он не знал сейчас. Существует распространенное убеждение, что люди не меняются. В общем, это не так. Люди меняются, причем меняются очень быстро в современном мире. И поэтому те предпочтения, которые есть у подростков в свои 12, 13, 15, 17, 30 лет, они точно изменятся. И это точно повлияет на дело жизни. Не говоря уже о том, что наша любимая фраза, которая у нас очень часто звучит в тренинге, возможно, если вы не можете выбрать профессию, вашей профессии еще нет. Вам предстоит ее создать. По этой причине это тоже такая интересная, полезная, важная вещь, но недостаточная. И вот третья штука, в которую верили мы и которую мы прошли когда-то на собственном опте профориентации, это подход к профориентированию, подход к выбору профессии через умение осознанно выбирать, осознанно закладывать тот вектор, который ты хочешь себе взять, осознанно идти по этому пути, осознанно пересобирать свой выбор. И поэтому наша программа про это. То есть это не профориентация, это осознанный выбор профессии. Получается, если попробовать разложить это на схемку, то есть один полюс. И этот полюс про карту, про окружающий мир, про тренды развития рынка, вот эта вся история. Есть другой полюс. И это полюс про самого человека, про сильные стороны, про то, что откликается. Это другой полюс. И есть история про выбор. И это своего рода смычка между одним полюсом и другим. Она, конечно, опирается на то, что человек знает о себе. Без этого очень сложно сделать живой, честный выбор. С другой стороны, выбор возможен только в поле. То есть человек может выбрать только из тех вариантов, с которыми он успел познакомиться. Поэтому, с одной стороны, мы опираемся на одну историю, на другую, такой срединный, честный путь. И весь смарт-курс, вся логика пяти шагов осознанного выбора – это история про то, чтобы научить человека принимать решения, брать ответственность за свои решения и двигаться по жизни, ну, вот это вот тринадцатое раз повторенное слово «осознанное». И делать это постоянно, потому что, во-первых, вы меняете, про что мы уже сказали. Во-вторых, это очень тонкая грань между поиском и выбором. Мы свято верим в то, что профессию не надо где-то там искать. Профессию и себя в этой профессии ты создаешь каждый день. Именно для того, чтобы создавать себя в профессии успешно, тебе приходится постоянно выбирать, осознанно выбирать то, куда ты идешь и какой вектор ты прокладываешь. Вот про это наша программа. Наверное, я вот понимаю, что мне сейчас очень хочется проговорить такую историю. Дело в том, что часто, когда люди подходят, родители, подростки или учителя подходят к точке, когда ребенку нужно выйти, подростку нужно выйти из школы и принять первое важное или самое главное в жизни, вот это вот самое решение, то часто люди находятся в поиске очень быстрого, такого кнопочного, таблеточного, суперверного, безошибочного решения. И важно понимать то, что наша программа, она не про это. То есть то, что мы отдаем, это история не мгновенного, стопроцентного верного решения. Это история про развитие навыка, который позволит принять это самое главное решение и многие другие. Мы живем в парадигме, в идее, в которой, во-первых, не бывает неправильных и правильных решений, бывают действия и последствия этих действий. Каждое из действий приводит к определенному результату, который либо нравится самому человеку, родителю, учителю, кому-то там рядом, либо не нравится, и тогда это становится не классным результатом, а опытом, который важно отрефлексировать и двигаться дальше. То есть это чуть-чуть другой взгляд на ситуацию выбора и последствия этого выбора. И, наверное, вот такой взгляд и ценности, то есть некий набор убеждений, на которые мы отталкиваемся в своей жизни, которые заложены в эту программу, именно этот комплекс срединного пути и такого отношения к выбору отделяет смарт-курс, отделяет пять шагов осознанного выбора от всего того, от многого, нет всего. Нет всего. Да, согласен. От многого другого, что представлено в ренте. Именно поэтому хочется сказать о нас, не как о компании, которая учит чему-то или что-то передает в качестве «делайте так», а как о компании, вот я очень хочу в это верить, это вот такой образ результата, которому очень хочется идти, которая создает опыты, и которая в эти опыты залет, и кто хочет идти в эти опыты, в них идет. Это очень важный посыл, потому что все наше обучение, оно про это, и строится оно вот так, и из-за таких ценностей создается. Опыты, результаты, рефлексии того, что получилось, про это вы точно можете рассчитывать. Маленькая вставочка, короткая, про то, на что мы ориентировались, когда собирали вот эту модельку про пять шагов. Мы в какой-то момент поняли то, что осознанный выбор, самоопределение, профориентация, как и все остальные гибкие навыки, развиваются в контексте. Что это означает? Что научиться плавать, например, или бегать достаточно просто, потому что это проявленные в теле штуки. Ты их развил, и дальше запомнил, и дальше их просто повторяешь. Когда мы говорим о когнитивных навыках, то они развиваются более длительно и в контексте. То есть человеку необходимо внешнее постоянное подтверждение, то, что он делает, то, во что он верит, тот способ думать или принимать решения, или брать на себя ответственность, которую он выбирает, он, в общем, правильный, классный. И эти подтверждения приходят от референтных людей. От мамы и папы в каком-то возрасте, от учителей и наставников в другом возрасте, от референтного взрослого или сверстника в третьем возрасте. И вот если эти референтные люди поддерживают определенную модельку, которая не совпадает с историей про осознанный выбор, а, например, классно, когда за тебя принимают решение, или классно, когда ты ребенок, или классно, ну, то есть другую, не взрослый-взрослый, то идея осознанного выбора переживает сильно хуже. Поэтому, как только мы эту историю поняли, мы поняли то, что воздействовать и работать только с самим подростком, проводить тренинги с подростком, проводить лагеря с подростком, недостаточно. И нам нужно вот этот вот контекст осознанного выбора вытаскивать за пределы нашего уютного ловтика и отдавать дальше, отдавать в школу, отдавать в родителей, отдавать в другие центры. И вот это то, что мы предлагаем делать вам. Мы предлагаем подхватить эту модельку и развернуть этот контекст рядом с тобой. Чем еще это все ценно, чем больше становится людей, которым это отзывается, тем больше, как ни странно, хотя почему странно, тем больше вообще, в принципе, среди нас таких подростков. Когда мы только начинали, для нас таким большим откровением были подростки, которые что-то делали, у них что-то получалось. У нас даже был какое-то время назад такой прекрасный проект, и подростки пытались делать с нами какие-то прикольные интересные штуки, самоорганизовываясь. А сейчас, смотря на мир вокруг, понимаем, что мы попали в какой-то очень такой мощный поток, в очень такую яркую струю трансформации этого мира, потому что недели не проходят, чтобы мы не услышали в пространстве о каких-нибудь бизнесах, которые организованы людьми 12+, 13+. Не проходит и месяц, чтобы что-то такое яркое не произошло с участием подростков, про-подростков. Из мира подростковой культуры, подростковых трендов, подростковой моды, подростковой музыки, всего подобного. То есть это очень четко нам говорит, что это такая обратная связь от мира про то, что мы в правильном направлении. То есть на это есть запросы, к этому есть интерес. Мы исходим из идеи подготовки и развития взрослого человека. И одна из компетенций взрослого человека, готового к жизни в том мире, который нас окружает, это способность принимать решения. То есть честно смотреть на себя, честно смотреть на окружающую среду и двигаться в том направлении, которое кажется для него важным, не останавливаясь и не отмахиваясь от проблем, не останавливаясь перед сложными ситуациями, проходя сквозь страхи и сложные ситуации, понимая то, что это просто часть пути. И человек, которого мы готовим, это такой человек взрослый, готовый брать на себя ответственность, принимать решения и добиваться результата. Вам когда-нибудь приходило в голову, кто вообще такие подростки? Ну так вот вообще, кто это в мировом экскурсии? Кто такие подростки в 19-м веке? И вот я не очень давно задумалась об этой истории, это меня очень сильно впечатлило. Мы считаем детьми людей, которые сто лет назад уже, в общем-то, принимали на себя всю полноту ответственности за свою жизнь. Мы считаем этих людей неполноценными, несостоявшимися. Когда ведешь консультирование с родителями, ну, слышишь разного рода трактовки о способности их ребенка жить самостоятельной жизнью. И это все приводит нас к мысли о том, что вот таких опытов, когда ребенок вообще получает возможность, получает шанс побыть взрослым и что-то поделать самостоятельно, уже практически взрослый человек, уже вот, ну, вот еще немножко и уже сформировавшаяся личность. Их очень не хватает, их прям мало, их практически совсем нет. Возможно, потому что мир стал безопаснее, мир стал, там, лучше, совершеннее, и у родителей появляется возможность максимально подготовить ребенка к взрослой жизни. И мир стал сложнее, поэтому сразу после, там, его 18-летия он еще не готов, ему надо еще поучиться. Но при этом, при всем, очень важно понимать, что мы здесь входим в противоречие. И до тех пор, пока подростка не появляется вот этих вот опытов, где он может применить ту самую самостоятельность, соответственно, за свой выбор, столкнуться с последствиями того, что он сам себе выбирал, очень сложно говорить о, ну, такой настоящей взрослости и о настоящей вообще вот такой сепарации. И, естественно, очень сложно говорить о осознанном выборе вообще чего угодно, потому что как можно осознанно выбрать, когда ты еще, ну, в общем-то, не так, чтобы последствия ты будешь разгребать сам. Вот с этим мы тоже очень хотим работать, и это тоже нам очень отзывается и интересно. Часть 2. Пять шагов. Точно. Мы собрали модельку, которая называется «Пять шагов осознанного выбора». Это, я их назову, «Остановись, исследуй, выбери, сделай, поделись». Про сами шаги нет сейчас никакого смысла распаковывать, про это можно либо почитать, либо прийти к нам на тренинг. А вот что из себя представляет эта модель, мы сейчас в двух словах расскажем. Дело в том, что «Пять шагов» — это скелетик, это некая рамка, которую можно наполнить разной начинкой, разным контентом. И даже дополнить в нее, она не в камне. Дело в том, что внутрь этого скелетика, этой последовательности шагов, мы уже положили внутрь тренинга какое-то количество инструментов. Игр, рефлексий, модераций, каких-то опытов, которые вы будете проживать вместе с нами, когда приедете на программу. И, соответственно, подростки проживают, в свою очередь, когда они проходят программу «Осознанного выбора профессии». Но важно понимать то, что эта рамка «Пяти шагов», она дала такое рождение, через нее проросла не только программа, которую мы проводим «Осознанного выбора профессии», но и уже десятки других программ. И система выбор, и многие лагеря, экспедиции, индивидуальные такие скрипты индивидуальных консультаций. Да чего только... Причем это давно не только наши программы. Так уж складывается, что сообщество, которое организуется вокруг нас, притягивается к нам, там, не знаю, находит нас интересным, создает что-то на основе этого, и оно прекрасно. Особенно интересно наблюдать про то, как это совершенно трансформируется. В нем остается очень мало изначального, но это получается очень интересный продукт, которым это точно отслеживается. Эти же «Пять шагов», этот же процесс, этот же цикл выбора, который совершает каждый человек. Таким образом, «Пять шагов» — это... К нему можно... К этой модели можно относиться разным способом. Можно относиться как к готовой программе, и тогда мы говорим про осознанный выбор профессии по модели «Пяти шагов». К этому можно относиться как к рамке, которую можно наполнить только своим контентом, оставив только тушку. А можно относиться как к такому... Ну, к какому-то салатику из тех инструментов, которые мы в него встроили, в эту модельку, которую мы ее носители, дополнив ее своими. И здесь можно смело переходить, мне кажется, уже к результатам, которые вы получите, познакомившись с нашей программой. Результаты. Результаты. Разделим сразу результаты на три категории получателя результата. Мы находимся в три категории такими. Первый — это подросток, тот, который вообще главный, и ради чего это все создавалось. Второй — это родитель этого подростка, который, возможно, уже вот... Да, и тоже хочет, чтобы подросток через все это прошел и вообще как-то верит в нашу программу. А, возможно, нет. И он тоже получит какой-то свой полезный опыт. И третье — это специалисты, потому что мы с вами, по сути, возделываем один и тот же рынок. Каждый из вас на своем месте, в своем городе, даже в своей стране. Последние несколько лет нас уже много, где в каких-то географиях можно наблюдать. Вы получаете тоже свой кусочек своего вот этого продукта и дальше вот только вам вообще решать, во что он превратится, как он будет и что с ним вообще будет происходить. Начнем с ребенка. Ребенок, который проходит через программу, построенную по пяти шагам осознанного выбора, по сути, формирует постепенно способность принимать решения. То есть мы помогаем ему встроить в привычку принятия решения по последовательности из пяти шагов. То есть вначале остановиться, потом поисследовать свои желания, свои ресурсы и окружающую среду, найти смычку между тем, что хочется, и тем, что доступно, принять решение делать так, начать действовать соответственно, выбрать практику регулярную и после этого зафиксировать точку, когда цикл завершен, и поделиться этими результатами с собой, отрефиксировать их с собой, с другим человеком, с фейсбучиком, с дневником и войти в этот цикл заранее. То есть программа, построенная по пяти шагам, нацеленная на то, чтобы сформировать такую последовательность, передать ее в ребенка. В большом счете, как и любая модель, самое главное в ней не то, что мы выделили эти шаги, а то, что работая с моделью, мы позволяем себе упростить ситуацию и сделать ее помещаемой в голову. Потому что очень сложно глядеть на подростка, самому подростку, людям, которые с ним работают, понять, что же у тебя в этой привычке, в этой твоей нейронной сети в голове, вот еще пока тебя как-то не совсем устраивает и радует. Когда мы работаем в модели, когда у нас есть четкая последовательность, это позволяет очень четко, медленно, последовательно, пошагово вообще вот изучить детально тот процесс, который происходит у подростка. Вот если в этой части тренинга как-то вот заболело, что-то вызвало, какой-то дискомфорт и так далее, это, как правило, об одном говорит. Если в другой части, как правило, о другом, разные вопросы, разные игры, разные упражнения и на выходе, просто потому что есть модель, по которой мы движемся, эта модель очень четко иллюстрирует тот процесс, который происходит в голове. При выборе мы можем делать очень глубокие выводы на очень простом инструментарии. Этим прекрасны любые модели, в том числе и наши. Именно для этого она нам нужна. Очень часто нам задают вопрос, по крайней мере, вот в меня регулярно влетает, про то, что, ребят, ну вот что такого вы изобрели, она же прям вот элементарная, если я минуту подумаю, то вот у меня получится модель из пяти шагов. Вот прикол в ней, прелесть в ней, ценность в ней именно в том, что это очень простая цепочка, наполненная очень глубоким содержанием, позволяющая очень четко переносить тот процесс, который происходит вообще в любой сфере жизни, на то, что произошло сейчас в игре. Делать вот эту сумочку и делать из этого выводы. Этим прекрасен вот именно такой четко моделированный процесс и продукт на основе этого процесса. Второй получитель результата – родитель. И когда мы строим программу по пяти шагам, для подростка мы держим фокус на родителя, для того, чтобы ребенок после программы вернулся в подготовленный контекст, в семейную систему. Какой результат получает родитель? В первую очередь он получает проясненный контекст взаимодействия с ребенком. То есть, когда ребенок проживает программу, мы рассказываем, мы можем рассказывать родителю о тех этапах, через которые проходит ребенок, и у родителя появляются понятные темы, которые он может с ребенком обсуждать. Таким образом, возникают точки глубокого контакта с ребенком. А это, соответственно, то, что в подростковом возрасте максимально проседает в семье. Плюс родители получают возможность дать для своего ребенка тот опыт, который он по разным причинам не всегда может дать сам. Потому что опыт самостоятельности, даже в такой маленькой, подконтрольной, в безопасной среде и все такое прочее, это иногда бывает самое ценное. Родители часто в процессе программы видят в своих дятях то, чего до этого просто не всегда могли бы рассмотреть, не всегда замечали, не всегда были готовы замечать. Это опыт самостоятельности. Да. Ну и, наконец, третье для специалиста. Это история, наверное, двухфакторная. Первая – это когда специалист-учитель в школе или специалист доп. образования, или человек, который индивидуально проводит консультации в этом смысле фрейм, остается фреймом, рамка остается рамкой. Первая история – знакомство с этой рамкой. И это означает то, что когда я знакомлюсь с какой-то новой моделью, я наполняю ее своими смыслами, своим опытом, проживаю ее сам. Так построена программа передачи рамки, передача пяти шагов у нас очная. И также мы предлагаем поступать людям, которые знакомятся с этой моделью дистанционно, сами, по методичке. Это не так важно. Важно не просто прочитать историю про модельку, а попробовать насытить ее своими смыслами. Что это значит? Переложить свои выборы, попробовать предпринимать решения самим по этой рамке и таким образом понять, как это работает на собственном опыте. Это первая ценность для специалиста. Тоже здесь немного отзовусь. Очень часто у нас на методической программе передачи тренинга, программа, когда один специалист делится инструментом с другим специалистом, происходят очень глубокие личностные процессы. Настолько глубокие, что человек, делая вот этот вот игровой выбор, участвуя в тренинге для подростков, в безопасной среде, принимает для себя материал, делает для себя такие интересные открытия и делится потом с ними не на уровне, вот я получил классный инструментарий, а я это пережил. И вот это важно. Причина того, что иногда вот этот опыт является прекрасной базой для того, чтобы человек вел дальше сам самостоятельно. Не всегда, но очень часто и с очень многими. Вот это является основой для того, чтобы дальше человек так об этом говорил, и так это отдавал, и так этим делился, что ему вот не просто верили или не верили, а вот просто вот он светил с этим вот светом и идешь на это. Вторая ценность, которая вообще уходит специалистам, и которую они получают, это бесспорно очень подробный разбор, методический разбор того, как это все устроено, и как это делается, и как достигается тот или иной результат внутри программы. Мы не используем чего-то сверхъестественно нового в базе вообще всего нашего программы построения лежит в местной темции Куколба. Мы разбираем его очень детально, показываем, через что мы проблематизируем, какие вещи мы проблематизируем, показываем, как мы даем теорию, через что и через какие инструменты, как мы отрабатываем, как это все строить вместе для того, чтобы дальше у вас получились свои модули. И вот этот вот кусочек для нас является ключевым, потому что по большому счету мы отдаем готовый продукт, его реально можно открыть и провести по скрипту, но ценность для нас не в том, чтобы вы выучили скрипты от тарабанили, мы это говорим абсолютно всем нашим участникам, которые проходят эту программу. Ценность именно в том, чтобы вы, поняв принцип построения этого, могли очень гибко реагировать иногда прямо в процессе тренинга и добавлять или убавлять те или иные инструменты, то есть чтобы это для вас стало скелетом, конструктором, из которого вы можете, по сути, собирать программу. Именно поэтому такая дополнительная маленькая бонусная часть нашей программы, это такая своего рода сертификация, подразумевает не то, что вы повторите модуль, она подразумевает то, что вы про это же создадите свой небольшой модуль. Это будет ценным, это будет важным, и вот эта вторая часть, вторая ценность, это умение, по большому счету, вот в нашей логике, в нашей ценностной модели строить свое и создавать свое на основе того, что вам было дано. Еще раз, для специалиста, вы можете относиться к модели на трех уровнях, как к готовой программе, осознанной профессии, взяли... Открыли скрипт, прочитали и пошли проводить, кстати. Как к конструктору из наших инструментов, ваших инструментов, которые можно применять в разных контекстах, внутри школы, внутри группового тренинга или внутри индивидуальной консультации, в зависимости от глубины переработки. И на третьем уровне, такой концептуализации, как к общей рамке, через которую можно построить, по сути, любую программу, цель которой будет в том, чтобы развить у подростка навык принимать решения осознанно. Третья ценность, которая вообще появляется. Так и сложилось, что сообщество, которое организуется вокруг нас, с которым мы имеем вообще очень такую тесную связь, которую мы очень любим, ценим, уважаем, оно прекрасно. Люди, которым отзываются программы, живут в разных уголках России и мира. Люди, которые делают это в разных точках, делают это по-разному, и их опыт, он намного больше, чем просто программы, которые вы можете взять. В нашем сообществе иногда поднимаются интересные вопросы про то, что работает, а что не работает, как надо, а как не надо. Там приезжают люди и делятся своим опытом из разных концов России, и каждый раз ты слушаешь это и думаешь, о боже мой, о боже мой, у меня сейчас только умерло еще несколько стереотипов в голове. Во-первых, вот это, ну, правда. Во-вторых, есть еще очень интересный момент. Когда в наших программах собираются тонко чувствующие, творческие люди, которые передают это вот так, и люди из каких-то так, ну, прямо, не знаю, системных, структурных организаций, которые вот понимают и чувствуют это совсем иначе, но все они говорят про одну и ту же ценность. То есть быть причастным к этому сообществу, общаться, взаимодействовать с этими людьми, делиться с ними опытом, и вообще быть внутри сообщества, которое развивается, горит и интересуется подростками настолько ярко, вот эта большая ценность для меня, наверное, самая большая из вот всего. Ну, как для человека, который находится внутри этого сообщества. И это тоже дорогого стоит. Поверьте, иногда вот это больше, чем просто какой-то готовый материал. Вы можете пойти дальше и через какое-то время понять, что окей, я хочу там сменить направление и переквалифицироваться на какие-то другие темы. Но возможность пообщаться с классными людьми, которые вот в этой стране, а если вдруг мы с вами вообще в этом городе и вот на вытянутой руке, хотя уже во многих городах у вас будет на вытянутой руке кто-то, но вообще очень-очень много дает дополнительной такой ценности к вообще вашему возможному потенциальному участию во всей этой авантюре. Сообщество – это круто. Мы обратили внимание, что вокруг смарт-курса кристаллизуются люди, которые во что-то такое еще похоже верят, идут к похожей мечте про взрослых людей, про классных подростков, про решение, про небоязнь заходить в какие-то сложные собственные, личные, или семейные, или групповые процессы. И это действительно классные люди. И обращаться к этому ресурсу людей достаточно просто, потому что это группы, в которые можно писать вопросы, люди откликаются, отвечают. Еще раз, мы рассказали про то, как родился цветочек смарт-курса каменный и пяти шагов, и почему он, в общем, ценен, почему он отличается от других команд. Мы рассказали про модельку пяти шагов, осознанного выбора и как к ней можно относиться. И мы рассказали про результаты для трех основных стейкхолдеров, таких людей, которым важны результаты, для самого подростка, для родителя и для человека, который проводит программу, строит ее и проводит внутри школы за ее пределами или в индивидуальной консультации. Помните, пожалуйста, что те, для кого мы работаем, создают мир, в котором нам с вами жить. Давайте сделаем, давайте поможем им повзрослеть и взять на себя ответственность. До встречи. Пока-пока.